Ретривер с гладкой и прямой шерстью был выведен в противоположность курчевошерстному. Это одна из старых пород ретриверов. Существует версия, что в 60-70-е годы 18 века ньюфаундлендов типа собак Святого Джона скрещивали с колли. Затем, для закрепления качеств водяных собак, им приливали кровь черных сетеров, что позволил получить прямошерстных ретриверов. Впервые на выставке прямошерстный ретривер был показан в Бирмингеме 1860 году. В конце Ксикс начале 20-го века прямошерстный ретривер занял позицию самой распространенной охотничьей собаки в Великобритании, позднее ее потеснили лабрадоры и золотистые ретриверы. Считается, что среди ретриверов прямошерстный, самый скоростной, обладающий самой быстрой реакцией. Примошерстный ретривер – очень сообразительная собака, легко подающаяся обучению. Любовь к членам семьи у этой собаки безгранична, к посторонним людям относится приветливо, но при необходимости охраняет свой дом и хозяина. По отношению к животным и собакам очень терпим. В отличие от других ретриверов, эта порода не делится на два типа – выставочных и полевых. Одни и те же собаки успешно становятся чемпионами красоты и полевых испытаний. Эта универсальная собака – не только помощник охотника, она успешно выступает на соревнованиях по послушанию, аджилити и розыскной службе. Эта собака подходит тем, кто любит продолжительные прогулки и активный отдых. Основные моменты и интересные факты. Впервые прямошерстный ретривер был показан на английской выставке в 1860 году, которая проводилась в Этингтон-парке. Примошерстный ретривер был признан клубом ЭК в 1915 году и является его 73-й породой. Во время Первой мировой войны эти собаки начали использоваться в качестве служебной собаки. Самым известным покровителем породы был мистер Х. Р. Кук, который более семидесяти лет содержал породу в своем сказочном питомнике. Уникальном среди собак любой породы по количеству и качеству наград полученными его собаками. Примошерстный ретривер произошел от того же семейства лабрадоров, что и хорошо известный лабрадор-ретривер. К 1918 году популярность превзошла современного лабрадор-ретривера, а к концу 20-х годов прошлого века и золотистого ретривера. Иногда, особенно во время двух мировых войн, количество регистраций сокращалось до опасного уровня. История породы. Появившейся в середине 19 века в Англии, ретривер с прямой шерстью приобрел популярность как собака-ягеря. Считается, что часть его предков произошла от поголовья, привезенного из Северной Америки от ныне вымершей водяной собаки Святого Иоанна, но это не подтверждено. Считается, что канадские мореплаватели доставили Ньюфаундлендов в британские порты, и они внесли свой вклад в происхождение ретриверов с прямой шерстью. Собаки типа колли, возможно, были добавлены для повышения обучаемости породы, наряду с Ньюфаундлендом для силы и кровью сетера для улучшения нюхательных способностей. Первые образцы породы были введены примерно в 1860 году, но окончательный тип был установлен только 20 лет спустя. После своего появления в США, ретривер с прямой шерстью начал быстро набирать популярность как охотничья собака, и с 1873 года, когда порода стала стабильным типом, по мнению американского клуба собаководства, их количество быстро росло. Однако вскоре после этого их популярность целоснижаться, затмеваясь золотистым ретривером, который фактически был выведен частично от ретриверов с прямой шерстью вместе с другими породами. К концу Второй мировой войны осталось так мало ретриверов с прямой шерстью, что выживание породы было сомнительным. Однако, начиная с 1960-х годов, тщательное разведение вернуло популяцию, и порода снова стала популярной, как для показа экстерьера, так и в качестве домашнего питомца. Сегодня ретривер с прямой шерстью пользуется скромной популярностью и продвигается вперед как порода, благодаря внимательному разведению на предмет экстерьера здоровья, универсального таланта и исключительного темперамента, которые являются его отличительными чертами. В 2011 году джет, 9-летний ретривер с прямой шерстью, из южного Куинсфери, недалеко от Эдинбурга, Шотландия, выиграл звание лучшего на шоу. Саймон из Осло, Норвегия, выиграл звание лучшей подружейной собаки на соревнованиях в 2007 году. До этого в 2003 году собака из Швеции также выиграла это звание. Эти победы способствовали популярности породы в Европе и Великобритании. Внешний вид. Общий вид. Примошерстный ретривер, активная, элегантная и крепкая собака гармоничного сложения. Размеры. Высота в холке. У кобелей 58-61 см, сук 56-59 см, соответственно 27-36 кг и 25-32 кг. Голова. Благородные формы, длинная, умеренно широкая и невысокая в черепе. Переход от плоского лба к морде длинный и плавный. Морда почти равна по длине и ширине черепу. Прикус ножницеобразный. Нос, большими открытыми ноздрями, черный у черных собак и коричневый у собак шоколадного окраса. Уши небольшие, плотно прилегают к голове. Глаза средней величины, темно-коричневого или орехового цвета. Хвост. Не длинный и прямой, держится не выше линии спины. Шерсть. Тонкая, густая, не длинная, плотно прилегающая, блестящая, с водоотталкивающим эффектом, желательно как можно более прямая. На тыльных сторонах конечностей и снизу хвоста развит украшающий волос. Окрас. Однотонный черный или темно-коричневый. Отличительные черты характера. Собаки этой породы выносливы, энергичны, отличаются острым чутьем. Благодаря отличному умению плавать и приспособленности к нырянию, может охотиться как на болотную, так и на водоплавающую птицу. Примошерстные ретриверы имеют контактный, дружелюбный характер, не склонны к агрессии. Эта порода нуждается в мягкой, но настойчивой дрессировке, так как собаки высокоэмоциональны. По этой же причине они очень контактны и плохо переносят необходимость оставаться в одиночестве. Примошерстные ретриверы являются очень социально ориентированными собаками, которые показывают высокую обучаемость и хорошие рабочие качества во всех видах дрессировки, которые они осваивают. При этом собак этой породы нельзя использовать там, где требуется агрессия, которая им не свойственна. Несмотря на свою чуткость и способность облаивать посторонних, в качестве защитных или охранных они непригодны. При содержании с другими животными легко уживаются с представителями своего вида, но могут быть опасны для животных других видов, так как у них сильно развит охотничий инстинкт. Содержание и уход. Шерсть этих собак требует регулярного вычесывания, так как они активно подвержены линьке. Также необходимо регулярно чистить уши животному, особенно если собака используется для работы в воде или просто часто купается сама. Когти следует подстригать часто, так как слишком длинные ногти могут причинить собаке дискомфорт и проблемы при ходьбе и беге. Примашорстный ретривер это активная спортивная порода, которая требует ежедневных тренировок для физического и психического благополучия. Это может быть длительные ежедневные прогулки и игры с владельцем. Порода также тренирует разум и тело, участвуя в послушании, отслеживании, ловкости, ралли и других активностях, которые могут понравиться собаке и владельцу. Их, как правило, легко дрессировать. У них деликатный характер, и они плохо реагируют на суровые исправления или методы обучения. Рекомендуется ранее занятие по социализации и дрессировке щенков, которые помогают превратить его в хорошо приспособленного и воспитанного компаньона. Примашорстный ретривер подходит как для содержания в квартире, так и в частном доме. При квартирном содержании эти собаки требуют длительного выгула с обеспечением различных видов нагрузок. Важно отслеживать количество потребляемого собакой корма, так как ретриверы склонны к полноте и недостаточно хорошо испытывают чувство насыщения. Здоровье. У собак этой породы имеется генетическая склонность к следующим заболеваниям. Дисплазия тазобедренного сустава, диабет, различные заболевания глаз. На наличие этих заболеваний и генов, с которыми они связаны, собакам этой породы проводят генетические тесты перед тем, как использовать их для вязок. Также собаки этой породы могут быть склонны к развитию эпилепсии и глухоте. Цена и как правильно купить. Покупка ретриверов у заводчиков может быть чрезмерно дорогой. В зависимости от заводчика и родословные они обычно стоят от 1000 до 2000 долларов. Итог. Примошерстный ретривер. Английская охотничья порода собак, выведенная на основе лабрадор-ретривера, сетера и поинтера. Отличие от других ретриверов состоит в прямой шерсти и коричневом либо черном окрасе. Вынослив при охоте на водоплавающую птицу. Собака-компаньон. Ласков с детьми. Менее популярен, чем лабрадор и золотистый ретривер. Другое название породы флет – гладкошерстный ретривер. Текст озвучен в Яндекс Клауд.